Меня зовут Владимир Иванович Желенко. Добро пожаловать в столярную мастерскую. Сегодняшняя тема видео. Ответы на вопросы подписчиков. Часть будет видео ответы, часть ответа в устной форме. Первый ответ на первое испытание. Хотя испытание небольшое, короткое, но результат меня очень обрадовал. Справляет со своими обязанностями отлично. Посмотрите, что за небольшое время собрал маленький фильтр. Самое интересное, друзья, сколько тут 8 заготовок сделал. Включал стружкоотсос, работал на распиловочном станке, немножко на фуговальном, на рейсмусе. И все время с утра работал мой самодельный очиститель воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное эффект видно, я думаю результат говорит сам за себя. За час работы при стружках сосе, смотрите сколько пыли, и так и легенько вытряхнул, даже фильм покрылся красной пылью, не только красное дерево, но и красная пыль, в фильме дурнале Столяру химия я задавал несколько вопросов, первый из них можно ли утюгом наклеить шпон горячим, лучше большие поверхности конечно вариком, шпателем, пока клей немного подсыхает, отвечаю на некоторые вопросы, был задан вопрос, почему в саунах лучше всего применять вагонку из липы, очень много поступило разных ответов, противоречивых и правильных, правильный ответ, липовая вагонка не нагревается, остальные твердые породы могут на поверхности больше иметь температуру, чем именно липовая вагонка, это самое главное. Следующий вопрос был, влияет ли растворитель на качество лака, когда добавляем, влияет друзья, растворители бывают разные, бывают жирные, и бывают которые очень сушат, некоторые растворители, а то обильные, 647, 646, силол, они даже лак высушивают, он может потерять свой глянец, есть растворители жирные, как скипидар, сколько слоев, минимальный, конечно, друзья, 3 слоя, встречал я идеальные поверхности, обработанные, до 8 слоев, сколько времени мешать надо лак, когда добавляем растворитель, ну скажем, не так, как чай ложечкой поколотил, я когда-то видел, как мешает на колеровочном станке, там специальный агрегат, банка, снимается крышка, добавляется колера, крышка закрывается, потом большие резиновые уплотнения, и стоит машина вибрационная, банку эту встряхивает, и все, процесс перемешивания или встряхивания, около 10 минут, вопрос по угловой струбцины, какая все-таки шпилька стоит, М10 или М12, где-то, наверное, ошибка прошла, друзья, стоит М12 шпилька, следующий вопрос поступил несколько раз, спрашивает, каким диском я пользуюсь, когда говорю с МТ, вот упаковка с этого диска, друзья, это 285 серия, можете, если что, в поисковике забить, диск с МТ, 285 серия, это наружный диаметр 250, внутренняя посадочная 30, толщина зуба 3,2 и 80 зубьев, максимальная скорость 7600, много вопросов поступает еще по алюминиевому профилю, где вы берете, когда ставите, друзья, договариваюсь, ищу на рынках, где старье продают, видите, вот это алюминиевый карниз, который цепляет шторы, но это уже современный, покрашенный, старые карнизы не красили, были еще вопросы у меня, что лучшее, набор имеет из двух фрез для изготовления филенок, или из трех, конечно, друзья, из трех, чем отличается, отличается тем, что и в том, и в том наборе фигарейная фреза для филенок, в дешевом наборе одна фреза переставная, в дорогом две фрезы, кон профиль и профиль, их переставлять и регулировать не надо, они уже отрегулированы с завода, если у вас производство небольшое, сделать кухоньку или две кухоньки, достаточно купить такого набора, переставить и выполнить, если это массовое производство, конечно, лучше брать набор из трех фрез, наш клей немного подсох, я очень раньше много делал в столов обеденных, большого размера и наклеивал пластик, пластик был такой толщины, сейчас я в магазинах его не вижу, но в любом случае клеил пластик только с двух сторон, иначе наша крышка прогнется в сторону пластика, это старый ньютюг, все такие вещи покупаю на рынке, где продают старье, интересны бывают вещи, конечно, шпон, который я приклею, это толстый, не годится, надо прогревать дольше по времени, рассчитано все это для тонкого шпона, а такой эффект приклейки, несколько вопросов поступило по поводу доски за пластик, друзья, была какая-то реклама, клеена сверху аракалом, эта пленка такая, пленку снял теплую, под пленкой оказался такой безупречный пластик, где найти, не надо, обращаться только в рекламной организации, которая занимается рекламой, следующий вопрос, рейсмус G12, патрубок для отвода стружек, мне впаяно силиконом стержнем, патрубок на 100 миллиметров, был на 50, раньше, когда забивался, я вырезал с алюминия, и ставил от такие его заслонки, следы даже остались, потому что вот эти карманы набивается всегда стружка, вот в эти карманы, когда поставил от такие его, вырезал с картонки сначала заготовки, потом с алюминия, припаял их силиконовым стержнем, вот таким вот, тогда мне прекратило забиваться, а так случалось, на своем бруске для заточки, установил наждачку 180 с одной стороны, и с одной стороны 120, одно из первых моих приспособлений для заточки, пользуюсь по сей день, когда изготавливал ее, смеялся, можно затачивать, даже когда нету электричества, сегодня как раз та ситуация, отсутствие электричества, можно не спеша затачивать, время 11 часов, 7 раз, друзья, провел, и уже чувствуется, это крупная, буквально минута, краи ножа, с одной стороны, и оставил, торцевал детали, очень много, у параллельного упора, получается очень большая выработка, на ножах, где параллельный упор, друзья, прошло 25 минут, ножи наточены, все три, без света не могу показать, исключительно ровная поверхность, ровненькая, при помощи нехитрого приспособления, единственное, ставлю новую наждачку хорошую, немецкую, друзья, хочу познакомить, с одной работой, у меня друг тут, занимается резьбой по дереву, очередная его работа, работа, лягушка, кто смотрел, все впечатлило, кого-то напоминает, сказали, задавайте вопросы, пишите темы, на следующий Новый год, буду формировать базу, что вам будет интересно, чтобы я снял фильмы в следующем году, до новых встреч, всего вам доброго, с уважением, Владимир Иванович, и в следующий Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова